Вы знаете, в этот не самый солнечный, практически весенний день, когда многие находятся в состоянии депрессии, решил написать видео на тему женский климакс. Что это такое, с чем его едят. И, вы знаете, обратился к Википедии и понял, что там не все написано, но мой взгляд, верно. Написано, что это возрастная инволюция организма женщины со снижением способности иметь детей, с нерегулярными месячными, в конце концов, с их отсутствием. Вы знаете, вот это описание не соответствует переводу слова климакс. Перевод слова климакс на русский язык означает лестница. А вот это описание, на мой взгляд, это эскалатор. Раз вы родились женщиной, раз у вас появился менструальный цикл, значит, в конце концов, доиграешься, доживешься климакса и получишь по полной программе постклимакторический синдром. Вы знаете, если идти по этому пути, то да. Но все-таки, в первоисточнике климакс это лестница. Чем отличается лестница от эскалатора? На эскалатор вы встали и он вас везет. А лестница где-то стоит и от вас зависит. Когда вы к этой лестнице попадете, подойдете, собственными ногами на нее станете и собственными же ножками по этой лестнице пойдете. Это две большие разницы. Вот где описание лестницы все-таки больше подходит, больше по душе. Вопрос в каком возрасте вы туда подойдете? О, зависит от вас. Чаще всего ваши прабабушки подходили в возрасте 50-50 лет. Но это было раньше. Когда образ жизни был более-менее спокойный, уравновешенный и питание было другим. Сегодня, к сожалению, образ жизни изобилует стрессами. В стрессе половая система женщины абсолютно не нужна. У нее есть бизнес, у нее есть план, у нее есть товарооборот, у нее есть заработок, у нее есть счет в банке, который нужно пополнять, у нее есть работа, где нужно всех строить и перестраивать. Половая система ей в этом случае абсолютно не нужна. Эндокринная система четко показывает. И климакс начинается не в 50-55, а в 45-40. Эндокринологи первые признаки находят 35 лет. Уже к этому возрасту многие женщины к этой лестнице подходят. И вот тут вы знаете, я понимаю описание Википедии. Тут я понимаю, что это реальный эскалатор, на котором стояла женщина. Хочется вам двигаться по лестнице или по эскалатору? Зависит от вас. Как вы будете себя вести, что вы будете делать. Потому что вы знаете, некоторые к этой лестнице подходят еще раньше. В 12, 14, 15 лет. Многие женщины, даже не будучи женщинами, уже там стоят. Об этом будет чуть позже. Ну, как женщина может попасть? Очень частая причина сегодня, это развивается поликистоз. По тем же самым причинам. Нерегулярная фактически эндокринная система, она выбита, она направлена работой благодаря стрессовым гормонам и допущениям. Цикла нет, системы нет. Яйцеклетка не успевает в этих условиях созреть, дозреть. Появилась киста, если это состояние, система поликистоз. И по поводу поликистоза яичников, многим фактически климакс и провоцирует. Ну, не провоцирует, он автоматически появляется. Потому что, когда говорят, что поликистоза это плохо, нужно убирать. Конечно, у женщины автоматически развивается климакс. По факту операции, она вынуждена принимать гормоны. Но вы знаете, бесплодие так тоже не лечится. Ведь поликистоз яичников, это еще и женское бесплодие. Которое, вы знаете, ну, у меня самый быстрый случай был. Четырехлетний бесплодие исчезло за 2 месяца. Женщина позвонила и спросила, вы знаете, как? Вот ваша программа, ваша система, она при беременности тоже логична? Тоже можно ее использовать, если у меня бесплодие исчезло. Хотя так быстро нельзя, а ранец так быстро не чистится. Поэтому, если вы хотите устранить поликистоз яичников и следствие его бесплодия, и родить собственного ребенка, не вопрос, контакты вы видите, обращайтесь. Это делается. Это все через правильное питание, через защищение организма делается. Нужно только омолодить ваш организм. Нужно вернуть его в другой биологический возраст, в котором и зачатие логично, и вынашивание беременности, и вскармливание естественным путем собственного ребенка. Не проблема. Просто это нужно понимать, как систему. Поликистоз не появляется сверху. К нему ведет образ жизни. И это состояние обратимое. Ну, конечно, по некоторым показаниям, женщины делают фактически медикаментозный климакс, когда там, да, есть определенные показания, она принимает фарм-препарат, но это ситуация переменная, под контролем врача, вы фактически из его самостоятельно-то и выходите. Хотя, я вас прекрасно понимаю, ощущения не самые комфортные. Почему? Потому что, ну, возникает, ну, мягко выражаясь, насилие над вашим организмом, но это вынужденная мера. Тут никуда не денешься. Ну, приходится потерпеть. Да. Ну, когда еще появляется климакс, женский климакс, вот этот, и возраст тут не имеет значения, паспортный, когда изменяется ваш биологический возраст, да, по паспортному возрасту у вас одни цифры, а по биологическому совершенно иные. И вы уже около этой лестницы находитесь, по биологическому возрасту. Если ничего не делаете, то ваша лестница превращается уже в эскалатор. Вы опять-таки двигаетесь туда, куда не хочется. Такие внешние признаки, ну, они простые. Есть аутоиммунный тиреидит, да. Снижается функция щитовидной железы, когда вы не знаете, как правильно питаться, какой образ жизни у вас должен быть, как своевременное очищение проводить, да. Токсические вещества пробивают барьер, который защищал вашу щитовидку. Попадают. В щитовидке изменились гормоны, нормальная иммунная система, она обязана так реагировать. на измененные белки щитовидной железы и ездят, как на чужой. И пошел этот иммунный тиреидит. Появились проблемы. Какие еще заболевания показывают о том, что биологический возраст не тот? Ну, у меня это свойство дистонии. Типичный, классический пример. Темные круги под глазами, когда появляются. Да, это еще глубже вы ушли. Еще слабее работает организм. Вот еще и надпочники подсели. Они уже не могут управлять обменом веществ. на активном уровне. Биологический возраст у вас не тот. Потому что снижение обмена веществ это как раз ваш биологический возраст. А поддерживают обмен веществ на нужном уровне вес на нынешне железы. Это щитовидка, это на почте. Есть проблема. Биологический возраст ушел, и вы к лестнице уже подошли. Вы уже рядом находитесь. Где еще может быть? Ну, избыточный вес. Он автоматически, как только под кожей появляется избыток с жиром, возникает проблема. Организм может переверться, автоматически тормозится ваша щитовидка. И вы опять-таки приближаетесь к лестнице. Ну, кстати, кто хочет из избыточного веса выйти без экстремальных диет, а через правильное питание, не вопрос, контакты вы видите, можете обратиться, составляя любимую диету из любимых ваших продуктов. Правда, с небольшими ограничениями. Но диета вам понравится. Нужно будет? Обращайтесь, пишите, звоните. Где еще показывается ситуация, когда вы находитесь прямо рядом с этой лестницей? Ну, это, конечно, уже классические эндокринные изменения, связанные с работой женского организма. Это ПМС или предминструальный синдром. Что он показывает? Он показывает одно, что ваш организм пустой, в нем нет полезных питательных веществ. И в тот момент, или в тот период времени, когда перед месячными, все питательные вещества ваш организм устремляет в сторону матки, потому что там реально развитие вашего ребенка, там могло быть оплодотворение, и все полезное, все нужное нужно отдать ребенку, чтобы первые три недели, когда идет закладка основных органов и систем, все это произошло оптимально, а потом уже оптимально развивалось, в это время индикатор состояния крови, ваш мозг не видит полезных питательных веществ, они все ушли туда, к матке. И мозг начинает перестраивать вначале вашу активность, а потом вы перестраиваете все в свое ближайшее и отдаленное окружение. И женский ПМС превращается в детский ПМС, когда дети уходят в интернет, или к друзьям, или просто на улицу. мужской ПМС, когда мужчина уходит в лучшем случае на рыбалку или на охоту, или становится трудоголиком, остается на работе подольше, потому что понимаешь, что дома его ожидает мужской ПМС. ПМС бывает на работе, если это начальник попал в этот физиологический период, но находится вне физиологических для него условий. То есть, эта ситуация, она понятна. На этом фоне часто развивается эндометриоз, мастопатия. Это, опять-таки, показывает стабильные нарушения в организме женщины, когда организм работает неэффективно. Кстати, последние три компонента, они очень зависят от еще одного фактора. Это мужской пол, это мужчина рядом. И вы знаете, самый лучший вариант для женщины, это когда она с мужчиной знакомится еще в детском садике. Ага, понравился ей вот этот мальчик, она его может воспитать под себя, воспитать в нем те привычки, те особенности, которые ей нравятся, с которыми она готова жить многие годы и десятки лет. Вот тогда прекрасно. Тогда она получила то, что делала, то, что хотела. После пяти лет строить и перестраивать мужчину, ну, мягко выражаясь, бесполезно, по той простой причине, потому что его уже первые пять лет кто-то воспитывал. если это были не вы, то вы вынуждены мириться. Знаете, надо научиться жить, научиться мириться с тараканами в голове у соседа. Тогда все нормально. Знаете, говорят, дураки ссорятся, умные договариваются. Если вы готовы жить на пять процентов, у вас совпадение, живите, радуйте жизни. На десять, отлично, на двадцать, прекрасно, на сто процентов. вы очень счастливый человек. Не вопрос. Поэтому тут нужно просто понимать. По той простой причине, когда вы начинаете строить и перестраивать, мужчина начинает, понимаешь, что ПМС затянулся, и он уходит в поля, в огороды, на рыбалку, на охоту, на работу. Поводов много, причин много. Что не получаете вы, вы не получаете гармонию. у вас нарушается автоматически эндокринная система, и вы опять-таки около лестницы, а может быть уже и на ней. Поэтому хотите отойти или спрыгнуть, нужно уметь договариваться, нужно уметь жить в гармонии. Инь-янь, никто этого не изменит, мужчина и женщина. Гармония вместе, порость дисгармония. Поэтому тут легко и просто вы должны просто понимать, да, свои желания, свои возможности, желания и возможности другой стороны. Тогда у вас все прекрасно, все отлично. Знаете, есть еще один путь к этой лестнице. И очень активное по ней движение. Оно находится, ну, вы знаете, в средствах массовой информации. Да, газеты, журналы, телевизор, интернет. Там 90% советов это похудение. И вы знаете, большинство считает, ага, у тебя вес такой, нет, много. Еще бы пару килограмм сбросить. И вот здесь возникает еще одна ситуация. Знаете, есть такой очень вредный показатель. Можем спорить, можем принимать, не принимать. Он называется индекс массы тела. И по большому счету, если человек находится в рамках нормы, а это индекс массы тела 18,5-25, все прекрасно в этих условиях организму наиболее комфортно, в том числе и со стороны гормонов, в том числе и со стороны эндокринной системы. А эндокринная система, хотим мы того или нет, мы можем Фрейда оспаривать, но он говорил, что нами управляют эмоции, страсти, с точки зрения биохимии, физиологии, вот эти самые эмоции, это различное сочетание гормонов. Если вами управляют гормоны нужные, все прекрасно, у вас эмоциональный фон в состоянии комфорта, все прекрасно. Если у вас гормональный фон изменился, возникает ситуация, как только индекс массы тела идет то ли вверх, то ли вниз, возникает ситуация, просчитать вы можете его легко и просто, это ваш вес в килограммах, разделенный на квадрат роста в метр. То есть, допустим, если у вас рост метр пятьдесят, вы умножаете 1,5 на 1,5, получаете 2,25, а сверху у вас ваш вес, который вы имеете. Разделили, получили индекс массы тела. Если он в этих границах, все прекрасно. Если за границами плохо, плохо, конечно, когда на перебор веса, когда индекс массы тела 25 и выше. Там разные стадии ожирения. Если вам нужна любимая диета, для того, чтобы вернуться в норму, не вопрос. Вы с помощью правильного питания можете это спокойно сделать. Но здесь вы еще не в климактерическом синдроме, вы еще не около лестницы с климаксом. Лестница с климаксом, с другой стороны, вернее, там эскалатор, это когда индекс массы тела снижается ниже 18,5. Есть там маленькая такая пограничная зона. От 16 до 18,5 считается еще, как бы организм более-менее, ну, скажем так, работать оптимально может. Сложно, напряженно, но работает. Вот когда индекс массы тела вываливается ниже, меньше 16, вот здесь фактически развивается вот то, что вы видите в названии видео. Появляется женский климакс, потому что в этом и при этом индексе массы тела, при этом весе. Гормональная система понимает, что все, какие дети, тут человек попал в, мягко выражаясь, жесткие условия, ему самому не хватает, ему не хватает еды, для питания, может быть, денег не хватает, а может быть, информации слишком много не того качества попало в голову и ограничения происходит, я не знаю, но выход должен быть в другую сторону, потому что месячные почему выключаются у женщин, почему она попадает в климакс и не зависит от возраста. Тут можно и в 49 попасть в эту ситуацию, а можно в 12-15. Легко и просто потому что если есть месячные, значит, вероятно оплодотворение, а раз вероятно оплодотворение, значит, нужно что-то будет отдать ребенку, причем не просто отдать, знаете, бутерболи, конфетку подкинуть, нет, 9 месяцев нормальная беременность протекает, 9 месяцев ребенок что-то должен выбирать из этого организма, что из него взять, если там ничего нет, там маме не хватает потенциально, вот и выключается система, женщина попала возрастную эволюцию, паспорт загляните, посмотрите, когда, не рановато ли, а вы знаете, после макторических синдром, он не отличается по своему качеству, ни в 15 лет, ни в 50, зачем, простяюсь это удовольствие, живите полноценной жизнью, верните своему организму нормальный вес, причем, это лежит в области опять-таки, правильного питания, там ничего экстремального нужно накормить свой организм, он же голодный, если бы видели, какими гипоталамусами, которые пытаются в этом истощенном организме распределять то, чего нету, знаете, у него такие глаза должны быть, знаете, как одному рыбаку он там рассказывал, ой, был на рыбалке, там, вот так я, рыбу поймал, ему все время рассказывали, какие-то небылицы, решили связать ему руки, перед рассказыванием, связали руки, он сидит, ну что, рассказывай про рыбалку, связали, он сидит, вы знаете, сегодня рыбу поймал, вот с такими глазами, так вот, такими глазами смотрит гипоталамус, на ваш рацион, скромный, и понимает, что сделать в этом организме, раз старуха, будьте любезны, постклимонкторический синдром, поэтому, если вам нужно выйти из этого состояния, не вопрос, как снизить вес, так и набрать вес, можно нормальными продуктами питания, без экстрима, но, все-таки, если вы женщина, и потенциальная мама, вы должны думать не о себе, по большому счету, это эгоизм называется, если вы думаете только о себе, вы должны думать о своих детях, что им дать, чем их накормить, и не после того, как вы родите ребенка истощенного, с неправильными закладкой органов, как масса дефектов будет в этом организме, а когда вы родите нормального, полноценного ребенка, а для этого вам нужна правильная подготовка к беременности, и один из компонентов, это нормальная масса тела, не нижняя граница нормы должна быть перед беременностью, не 16 индекс массы тела, а больше 18,5, чтобы с гарантией, с уверенностью понимали, что вы своему ребенку отдадите самое лучшее, вы же не считаете, что дети это изгои, ваши собственные, которых нужно, так вот бросили подачку, на родила, и слава богу, все-таки нет, все-таки вы мамы, вы женщины, вы должны, ну, беспокоиться, заботиться о своих детях, и готовиться к ним нужно, не тогда, когда, ой, месячные задержались, посмотрели, по тесту беременность, ура, оставляем, нет, минимальный срок подготовки к беременности, на нормальной массе тела, это 3 месяца, именно 3 месяца, за 3 месяца до оплодотворения, яйцеклетка начинает развиваться, начинает брать из кровеносного русла, те самые полезные вещества, вопрос, когда вы их положили туда, каким путем они туда попадут, воздух и вода, это классно, знаете, солнце, воздух и вода, наши лучшие друзья, да, это классика, нам все это говорили, но это не все, это часть системы питания, а основное питание, это те самые реальные продукты, которые вы вложите в свой организм, они войдут, накопятся где-то в нем, и тогда в случае развития беременности, вы совершенно спокойно, на подсознательном уровне, от вас ничего уже не требуется, вы уже все сделали, спокойно отдаете своему будущему ребенку, все самые полезные вещества, если хотите чуть больше узнать, не вопрос, вы видите контакты, но если хотите, самый простой, самый учебник такой, знаете, вот, выпустил такую книжку, что делать, если у вас есть печень, и она очень важна женщинам, по той простой причине, потому что, влез в гормональную систему, вот, а гормоны у вас, слабо, нормальный гормональный фон, плохо активирует работу, вот этих двух клубничек, печень, есть там третья клубничка, золочный пузырь, так вот, печень женская, работает слабо, и вы должны в большей степени, думать, о том, как обеспечить работу, своего организма, и фактически, как правильно родить, здорового ребенка, поэтому, нужна книга, что делать, если у вас есть печень, контакты, обращайтесь, пишите, заказывайте, не вопрос, все рекомендации исполнимы, книга написана, знаете, на уровне седьмого класса, поймут все, думаю, что, я не знаю, может быть, я немножко агрессивно написал это видео, простите меня, если я кому-то обидел, но, вы знаете, это реально, это правда, все-таки, ваш организм, ваше здоровье, находится реально, в руках вас, в ваших руках, и самый заинтересованный человек, вы, вашем здоровье, это не родители, не дети, вы сами, но, если ваше здоровье крепкое, будет хорошо, и вам, и вашему окружению, и вашим потенциальным детям, главное, чтобы вы понимали, что это здоровье, его нужно беречь, его нужно хранить, его нужно, его фактически, поддерживать правильным питанием, и тогда, женский климакс, разобьется, по, паспортному возрасту, а не по биологическому, потому, что все-таки биологический возраст, можно оттянуть, его можно омолодеть, с лестницы можно спрыгнуть, а с лестницы можно отойти, если вы знаете, как это делать, если не знаете, пишите, звоните, контакты вы видите, кстати, не забудьте это видео, отметить, я хоть узнаю, какому количеству людей, я принес реальную пользу, кто поняли, суть этого видео, не забудьте отправить, по соцсетям, я надеюсь, что вы уже подписаны, на мой канал, поэтому, не буду вас, вас, просить это делать, если вам нужны другие видео, по другим темам, сотни видео, на моем канале, пожалуйста, смотрите, и делайте хоть что-то, для своего организма, вот эта лестница, под названием, женский климат, не превратилась, в эскалатор, под названием, патологический климат, который возникает, напомню, в любом возрасте, только от вашего, желания, от ваших действий, зависит, когда он возникнет, и насколько тяжело вам будет, находиться на этом эскалаторе, матча, и если вы дома все подходит, то есть, его можно проявиться, допonse거든. И в которой, вы поставили, тихо безопасности,